Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске! На Gamescom 2015 засветилась игра Shadow Warrior 2. Dark Souls 3 станет стандартом для новых проектов. Были опубликованы новые скриншоты из новенького Need for Speed. Опубликованы новые видеоролики из Hellblade. Клиент Survarium был обновлен до версии 0.30. На Gamescom 2015 засветилась игра Shadow Warrior 2. Наверное, многим могло показаться, что Shadow Warrior 2 так и не посетит выставку Gamescom 2015, после того, как она показалась на E3 2015. Но не тут-то было. Разработчики опубликовали новый трейлер к этой игре. Что касается самой игры, то она все такая же бодра, и главный герой игры все так же рвет своих врагов по кускам. Мода на шутеры 90-х годов вновь возвращается, а это, несомненно, хорошо. Как принято говорить среди игроков, новое – это хорошо забытое старое. Поэтому классические игры вновь возвращаются, но уже в современной графике. Насколько все помнят, студия It's Outer недавно показала геймплей новенького Doom. Поэтому, учитывая наплыв стареньких игр, пора бы уже и студию Кротим анонсировать в серии SM4, чему будет рада огромная толпа фанатов. И напоминаем, что дата выхода Shadow Warrior 2 была намечена на следующий год, поэтому ждать придется очень и очень долго. Dark Souls 3 станет стандартом для новых проектов. На прошедшей выставке Gamescom 2015 студия Bandai Namco совместно с компанией Frames Outer представили не только трейлер новенького Dark Souls 3, но еще и демо-версию игры. Кроме этого, Кёльн посетил также и отец серии Dark Souls – Хидетака Миядзаки. Именно поэтому нам удалось взять интервью у этого талантливого человека. Хидетака называет серию Dark Souls работой всей своей жизни. Причем, если и верить его словам, игра создавалась исключительно на его личных предпочтениях. И что самое интересное, Dark Souls 3 станет поворотным моментом для серии. Так как именно после этого Хидетака Миядзаки планирует заняться разработкой новых проектов. А если учитывать то, что Хидетака Миядзаки с 2014 года стал президентом компании Frames Outer, то новенький Dark Souls 3 может стать неким прологом для будущих игр. Были опубликованы новые скриншоты из новенького Need for Speed. Компания Electronic Arts неожиданно решила расщедриться, поэтому опубликовала очень много новых скриншотов для своего будущего гоночного симулятора Need for Speed. Причем, опубликованные скриншоты реально впечатляют. Ведь мало того, что разработчики продемонстрировали шикарную модель Porsche 930, так еще и в высоком разрешении 4K. И, кстати, на опубликованных скриншотах даже можно заметить интересную систему тюнинга авто. Как известно, настройки в области тюнинга в новом Need for Speed будут поистине впечатляющими. Игроков ждет прекрасная графика с глубокой и обширной системой тюнинга. Разработчики решили вернуться к тому, что было в начальных частях серии, ведь, как известно, именно первые несколько частей глубоко полюбили игроки. И напоминаем, что игра выходит уже 3 ноября, так что в этом году каждый желающий сможет вновь окунуться в драйвовые гонки и погони. Опубликованы новые видеоролики из Hellblade. Студия Ниджи Сирия также продолжает ковать и полировать свой психологический экшен Hellblade, где события игры развиваются в качестве девушки с серьезными психологическими проблемами. Теперь авторы игры решили поделиться новыми видеороликами, которые связаны с игрой. Причем на этот раз это не дневник разработчиков, а так сказать самое основное в игре – геймплей игры без лишних слов. Презентация игры на Gamescom 2015 началась со вступительного видеоролика. В нем были показаны какие-то нам неизвестные отрывки, которые потом складываются в единую картину, которая пока что также остается непонятной. Далее разработчики опубликовали нарезку с игровым процессом Hellblade, где наконец-то можно собственными глазами увидеть, как крошечная команда пытается создать новый и неповторимый ААА проект. Клиент Survarium был обновлен до версии 0.30. Всем известный сетевой шутер Survarium от студии Vostok Games с небольшими своими шагами приближается к своему релизу. И вот совершенно недавно для игры вышло обновление 0.30, где появилось очень много интересных и разнообразных вещей. К примеру, теперь появился режим «Последний герой», в котором между собой сражаются не команды, а просто игроки. Правила в этом режиме очень простые. Чтобы выиграть, вам придется убивать других игроков. Победителем станет лишь тот, кто сможет набить самый большой счет среди всех остальных игроков. Причем, если кто-то погибает, то набранные очки переходят к тому, кто убил его. Кроме этого, разработчики добавили новое древо умений, которое носит название «Знание мира». И оно посвящено исключительно аномалиям. Кроме того, что находящиеся там навыки понижают урон от аномалий, они также повышают эффект от взятых артефактов. Появились и небольшие приятные мелочи. Новое оружие, новая экипировка, новое обучение и новая внешность героев. Продолжение истории The Elder Scrolls увидят нескоро. На ненавну наконец-то завершившейся выставке Gamescom 2015 директор по маркетингу компании BSS The Softworks решил поделиться деталями серии The Elder Scrolls. А точнее, будет ли в ближайшее время анонсировано продолжение серии. Если верить словам разработчика, то пройдет очень много времени, когда издательство надумает выпустить продолжение истории древних свитков. Дело в том, что разработчики на данный момент заняты совсем другими проектами. Кроме этого, если и будет что-либо оговариваться по поводу The Elder Scrolls, то только с пополнением их MoRPG The Elder Scrolls Online, которая совсем недавно настигла консоли нового поколения в виде дополнения Тамриэль Unlimited, либо же что-либо связанное с карточной игрой The Elder Scrolls Legends. Также не стоит забывать и о Fallout 4, что все ближе приближается к своему релизу, поэтому разработчики стараются сконцентрировать большую часть своего внимания именно на этой игре. Появился новый, тринадцатый геймплей Rise of the Tomb Raider. Как всем известно, на игровой выставке Gamescom 2015 главная героиня игры Rise of the Tomb Raider очень ловко прикончила не один десяток врагов. Но компания Microsoft напоминает, что Лара Крофт известна в первую очередь не как превосходный боец, а как превосходный исследователь. Поэтому в новом видеоролике разработчики решили показать Лару в качестве археолога. Именно поэтому в видеоролике она имеет дело с гробницами, расхищает их, демонстрирует свою сообразительность и просто старается выжить в очень непростых ситуациях. И кстати, смотрится это очень привлекательно. Но в любом случае, в новые приключения Лары смогут окунуться для начала пользователей Xbox One. А в начале 2016 года в эти приключения смогут окунуться еще и пользователи ПК. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч, новых выпусках. Пока!